В народном календаре 11 ноября отмечается народный праздник под названиями Анастасия-Овечница, Авраами-Овчар или Овчарный праздник. В этот день отмечается церковный праздник Святой Анастасии, покровительницы овечек, баранов и пряжи. Дата считается очень благоприятной для изготовления одежды из овечьей шерсти. И это последний день в этом году, когда можно стричь овец. Наши предки в эту дату честовали пастухов и овчаров. Им дарили подарки и гостинцы. Женщины пекли для пастухов пироги, чтобы те лучше следили за стадом. И по обычаю в день Анастасии вся семья должна собраться вместе, тогда у них никогда не будет разлада и ссор. В этот день наши предки обязательно стригли овец и говорили, Настуся начинает стричь овечек. Считается, что иконы с изображением великомученицы Анастасии должен носить при себе заключенный, тогда его в скором времени освободят. А чтобы выиграть дело, например, в суде, следует начитать три раза на платок, которым обтирают лицо. «Стану я благословясь, пойду перекрестясь. Из дверей в двери, из ворот в ворота. Выйду я в чисто поле. В этом чистом поле стоят запоры. Ворота булатные. Я стану раба или раб, имя называете. Между запорами железными, воротами булатными и на свою голову положу злат венец. Положу светлый месяц. На этот светлый месяц положу красное солнышко. На это красное солнышко не может никто сердиться и огорчиться. И так бы на раба, называете имя, не мог никто осердиться, ни огорчиться. Ни короли-королевичи, ни морские суды, ни земные судилища. И на весь мир православный не мог ни осердиться, ни огорчиться на раба Божьего, называете имя. Были бы они передо мной, как лист перед травой, и ниже низкой воды покошенной травы. Небо-ключ, земля-замок». Народные приметы по погоде говорят. Если 11 ноября голуби ходят большими стаями, то это к потеплению. Если дождь в этот день, то сулит оттепель в конце ноября. Если белки делают много припасов, то к суровой зиме. Если низкие облака 11 ноября, то к похолоданию. Желаю вам только самых добрых знаний. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!